Привет! Здравствуйте! У вас, кстати, очень красивая, я не знаю, дочь, сестра. Как назвать лучше? Здарова! Это следующий эпизод видео о знакомствах. В данном случае речь пойдет о том, как познакомиться с девушкой с мамой, ну, либо с какими-то другими родственниками, но на примере с мамой, потому что там, по сути дела, то же самое. У меня был кейс, я, кстати, один раз даже познакомился, ну, много раз знакомился при семье, но один раз прям познакомился, пытался познакомиться при папе, но папа очень жестко меня слил, и я вообще думаю, что это такая, ну, неправильная история, не про папа, а про себя, потому что, когда ты молодой, глупый и горячий, ты проверяешь свои силы как-то, ну, на самом деле, это такая очень тонкая ситуация, я бы не рекомендовал вам делать эти вещи, потому что, ну, это такое на грани трэша, и ничем хорошим это может и не закончиться. То есть, если у вас нет опыта, в частности. Если она идет с мамой, то есть, ваша задача подойти и открыть обеих, то есть, вы здоровайтесь и с той, и с той, с мамой на вы, с девушкой на ты, там, здравствуйте, или просто обеим говоришь, здравствуйте, там, добрый вечер, или там, привет. Бывает такое, что мама молодая и такая же, похожая прям на дочь, то есть, ну, красивая. Понятно, что если мама прям, очевидно, уже в возрасте, не надо говорить им это, но если мама молодая и красиво выглядит, можно сказать, слушайте, а вы что, мама с дочерью? Потому что, вообще-то, я думал, вы сестры, или сразу говоришь, что, слушайте, а вы сестры? Они такие, нет, я ее мама, типа, блин, супер, я думал, что вы сестры, вы просто шикарно выглядите обе. То есть, тем самым, ты, как бы, маме делаешь комплимент. У меня был случай еще, как бы, до пикапа, когда я только-только-только начинал это делать, я пошел, там, в загородный парк с другом в Самаре, и увидел, что где-то далеко в глубине в кустах, там, девушки топлис загорают, две красивые, то есть, одна чуть-чуть постарше, другая помладше. Я охренел, я не знаю, как я тогда набрался смелости, в общем, я подошел, бегал-мекал, то есть, я попытался с ними познакомиться, и, кстати, да, познакомился, правда, у меня потом дальше ничего не вышло, потому что опыта этого не хватило. Но, когда одна молчала, другая за нее все время что-то говорила, я говорю, а почему за тебя подруга отвечает? Она говорит, это, вообще-то, моя мама, вот я тогда прифигел, а для меня еще тогда было это еще страшнее. Ну, так или иначе, я с ними познакомился, то есть, ну, блин, две красивые девушки топлис, но они, правда, там прикрылись немножко полотенцами. То есть, были такие моменты, когда я подходил, знакомился, и, допустим, говорил там, здравствуйте, там, это твоя мама, а, оказывается, это была не мама, это была подруга, и подруга тогда вот начиналась сильно на меня рычать, тоже неудобно, поэтому, ну, как бы, не торопись там что-то говорить, пока не присмотришься. Были такие ситуации, когда ты подходишь, знакомишься к девушке с мамой, и ты понимаешь, что мама намного круче, чем вот это ее там, невозрастная дочь. Как утащить? То есть, смотри, то есть, утащить так звучит. То есть, ты их обеих открываешь, ты с ними, с обеими немного общаешься, пару-тройку минут, то есть, что-то может быть быстрее, смотря в зависимости от того, какая ситуация, или они куда-то торопятся, или ты торопишься. И ты говоришь, у вас очень красивая дочь, она мне очень понравилась, вы не против, если я буквально на минуточку сейчас ее в сторонку отведу. И в это время, да, тебе нужно протянуть руку и чуть-чуть за локоток помочь. То есть, ты никого не хватаешь, не надо туда бросаться, не надо проходить в ноги. И в идеале это так делается. То есть, то же самое, если мама не против, ты говоришь, блин, супер, я сейчас вам ее верну, не переживайте, все будет в целости и сохранности, там, раз-раз. Отвел то же самое, как по принципу с подружкой, то есть, ты повернул спиной к маме на каком-то расстоянии, там уже взял телефон, обязательно вернул, обязательно сказал еще маме пару слов, то есть, что, блин, у вас просто шикарнейшая дочь, вы супер выглядите, блин, говорят, что посмотри на маму с девушкой и пойми, какая она будет, не говори слово в старость, в дальнейшем возрасте. И, типа, блин, ну я смотрю, я понимаю, что ничего особо не изменится. Ну, то есть, как бы тут надо учиться, конечно, общаться, коммуницировать, там, делать крутые комплименты, этому всему ты обязательно научишься, если будешь все-таки практиковать, а не просто смотреть мои видосы. Что может быть? Давай так, если мама против, но если мама против, а дочь за, тут уже вряд ли ты что-то можешь сделать, то есть, ты же не будешь силой дочь тащить, то есть, такое бывает, и особенно бывает, если какая-то молодая девочка, и она такая зависящая от своих родителей во всех смыслах слова. Если дочь против, а мама не против, то можно попробовать как-то повлиять на маму, сказать, что слушайте, но ее да заинтересовать, чтобы мама попыталась все-таки сказать, дочь, иди пообщайся. Если вы понравитесь маме изначально, то потом эта мама будет своей дочери говорить, типа, если вы обменяетесь контактами, ну, что, там звонил тот парень, ты когда пойдешь на свидание, это тоже неплохой момент, понравится маме. Если дочь против, мама не против, попробуйте как-то через маму прокоммуницировать, что вы знаете, там, вы очень классная, там, очень воспитанная, очень хорошая, но вот, что ж поделаешь, дочь, наверное, все-таки там как-то торопится с выводами, ну, типа, как-то, чтобы, может быть, мама сказала, ладно, иди сходи, хотя тут такая ситуация сложная, мама, дочь может быть против по многим причинам, просто вы ей не понравились, или, может быть, ей просто неудобно перед мамой. Тут надо попробовать. Что такое, если обе против? Ну, тут, блядь, вопросов нет, что ты с этим сделаешь? Что делать, если обе за? Ну, типа, там, не против, не против. Конечно же, я уже сказал, открываешь обеих, еще раз резюмируем, там, забираешь дочку после того, как с ними, с обеими пообщался, маме обязательно комплиментов верну, что-то еще такого, ну, я бы больше все-таки на прощание даже с мамой парой слов перекинулся, потому что мама это, мама на нашей стороне, если что. Какие еще могут быть моменты? Если целая семья, там надо смотреть в зависимости от того, какого пола, что, как бывает там дочка, мама и бабушка, то есть, в принципе, все то же самое, то есть, ты общаешься со всеми, говоришь, блин, вы очаровательно выглядите, вы, наверное, пошли в театр, а я тут решил украсть вашу дочь на пару минут. Но там нужно быть уже максимально галантным, максимально вежливым, никакого быдло-стайла, никаких там хватаний, кинестетики, там, ну, я надеюсь, на это у вас хватит мозга. Но все это мы можем делать вместе с вами, в том числе и такие вещи, такие подходы, и любые другие знакомства в моем онлайн практическом марафоне. Шамшурин всегда рядом, который 3 сентября стартует, и будет 10 дней, где я вместе с тобой буду 10 дней на видеосвязи, в чате, в общении, я и мои коллеги, мы будем помогать тебе выполнять практические задания. Если ты и это ссышь сделать, даже с нашей помощью, даже за такие смешные символические деньги, ну, тогда, наверное, вообще не понимаю, зачем ты смотришь этот канал, для того, чтобы просто смотреть и ничего не делать. Не позорься, все намного проще, чем ты думаешь. Ссылка здесь, под этим видео. Жду тебя на практическом онлайн-марафоне. Ну, ты прям очень классно выглядишь, кстати. Слушайте, а вот такой очень важный момент, я, конечно, понимаю, что я тут вас отвлекаю от столь важного, но я прям буквально на секундочку могу ее вот прям в стороночку. Я не украду ее. Фу, ты только не здесь, за что-то пахнет. Сейчас я верну ее, да. Там просто пахнет. Офигеть! Какая ты! Привет! А сколько тебе лет, кстати? Может, не будет смысла вообще-то. Сейчас такая высокая в 20 лет. Да. Кстати, очень похожа на маму. Это еще и сестра, или кто там рядом? Да, сестра. Ну, все три одинаковые буквы на вид. Можно сразу посмотреть на маму и понять, кем ты будешь. А как тебя зовут? Александра. Сашечка. Меня, кстати, Вова зовут. Ты очень высокая, Сашечка. Всем Сашечкам, Сашечкам. Слушай, ну вот смотри, такая двойственная ситуация, да, с одной стороны охота пообщаться, да, там, а с другой стороны понимаешь, что там сейчас меня убьют, двое родственники. Нет, не убьют, потому что идем на мероприятие. Офигеть, ну я сейчас тебя отпущу. А ты, как бы, вообще хорошая девушка? Вероятная. Вероятная? Да. Слушай, и вот если, допустим, с тобой выпить чай, то будет интересно общаться, да? Не знаю. Ну, как ты думаешь? Смотри, какие бы девушки вам нравятся. Да меня можно на ты называть, что-то. Слушай, мне нравятся интересные, чтобы с ними было классно вроде. Ну, банальным сексом уже, как бы, никого не удивишь. Мне хочется, чтобы с ней общаться было прикольно. Мне кажется, ты добрая. Да? Возможно. Офигеть. Слушай, давай я как-нибудь на недельке, там, тебе позвоню, и, не знаю, получится чай в огне. Давайте. Давайте. Ну, шо ж ты как офигеть. Не, мне, конечно, тридцатник, да? Но я не настолько... А можешь свой номер записать? Не настолько старый, чтобы меня называть на «ты». На «выверни». У тебя прикольные кожаные штаны, кстати. Всем штанам штаны. Сейчас я сделаю дозвон, мы попрощаемся. У тебя еще прикольная сумка, как матрас. Да. Я, кстати, вот, да, ты там потом передай мои извинения родителям, потому что вторгся. Скажешь, классный рыжий парень подошел просто. Так правильно. Да, и мы так правильно. Все, давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok